Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Максим Конволихин. Я руковожу департаментом анализа данных и моделирования в банке ВТБ. Меня зовут Антон Мерзляков. Я директор по аналитике больших данных в Теледваге. Меня зовут Денис Сушко. Я начальник управления алгоритмов машинного обучения в банке ВТБ. Меня зовут Красовский Павел. Я замдиректора Центра стратегических инноваций в Ростелекоме. Меня зовут Максим Ларькин. Я являюсь директором по развитию бизнеса первого ОФД. Мы занимаемся развитием аналитического подразделения в нашей компании. Меня зовут Юрий Карев. Я руковожу командой, которая занимается развитием процессов и стандартов машинного обучения и создания системы искусственного интеллекта в банке ВТБ. Начинаем. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я очень рад вас приветствовать в нашей секции Data Fusion. Для начала я хочу рассказать, почему мы решили назвать нашу секцию Data Fusion. Очень много хороших результатов достигается именно на стыке, на синергии. И мы захотели сделать собственный трек, который будет посвящен именно таким идеям. Идеям не маржинального улучшения в конкретных узких областях, а идеям извлечения большого бизнес-вэлю из концепции объединения данных, либо концепции объединения или переноса алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, либо, как мы увидим, собственно, на практических примерах, которые дальше расскажут члены нашей команды, может быть даже фьюзжен процессов машинного обучения. и приводит к успеху и кастомер-ректированию. Поэтому мы, в Магнит, доверяем в синерги наших данных и данных, которые доступны в рынке. Я расскажу вам, какую работу мы проводили и проводим в Теле2 по анализу больших данных, какие продукты мы запускаем, почему мы считаем, что Data Fusion и работа с консолидацией данных — это интересное будущее. Коллеги, добро пожаловать в секцию практика Data Fusion. Здесь, в отличие от первой секции, будет больше графиков, формул. На мой взгляд, это как раз то, что, собственно, вас привело сюда, а нам интересно рассказывать. Благодаря новым идеям наша команда стала тратить серьезные усилия на исследование данных, на их влияние на модели, именно обезличенных данных, сконцентрированных в одной геоточке. Многочисленные эксперименты показали, что вот эта самая обезличенность не влияет на ценность данных, и они абсолютно применимы в моделях, и более того, в принципе, появляются новые задачи, соответственно, которые надо решать, появляются новые решения. Первые результаты уже получены. Первым примером успешным Fusion стала геоплатформа. Причем геоплатформа стала продуктом, который вышел за периметр банка, и, собственно, сейчас он базируется уже как самостоятельный внешний продукт в платформе больших данных. И, соответственно, вся концепция геоплатформы базируется на Fusion-идеи. Наша идея была в том, что мы можем без нарушения законов объединить эти данные так, чтобы они сохранили свою ценность для моделирования. В данном случае через единую геосетку. Мы, построив единую геосетку по всей стране с точностью 500 на 500 метров, можем теперь, используя ее как основной базис, объединять геоданные из всех источников. Таким образом, на базе единой сетки мы получили уникальный инструмент. Но геоплатформа – это не только инструмент объединения данных. Это еще и инструмент наших исследований. И в рамках выступления нашей команды мы расскажем о том, что мы развиваем исследовательские направления в области Fusion-алгоритмов в рамках геоаналитики. Например, очень интересный кейс, когда мы объединили графовую геоаналитику, решая задачу геопространственной кластеризации. Хочется отметить выступление Tele2, которое также делает определенные прорывные вещи и алгоритмы в области геоаналитики. Моя команда расскажет о том, как мы решаем аналитические кейсы геоаналитики. Как мы, используя скрытые марковские модели, приземляем треки перемещения клиентов, собранных с базовых станций, на реальную транспортную дорожную сеть. Как мы делаем аналитические преобразования? Мы расскажем о том, что есть такой оператор фискальных данных, какими данными мы обладаем, как быстро и как часто мы их получаем. И расскажем про пару конкретных кейсов, которые мы реализовали на текущий момент. Это геокластеризация по выручке и геокластеризация по индексу. О том, как реализуется конкретный товар или конкретная продукция на территории России уже вчера, уже сегодня, уже прямо сейчас, пока я вам рассказываю эту историю. В следующей секции, я расскажу вам о том, что данные от Магнеет и две очень специальные использования для наших данных. Одна из наших геоаналов, где мы используем данные экзотернальные, а также наши собственные данные, чтобы предоставить качество в магазине, где мы открываем в России. Эта геоаналов позволяет нам более понимать о том, что мы используем данные экзотернальные, которые мы используем данные экзотернальные, Второе, что я расскажу вам о том, это наш ДМП. ДМП позволяет экзотернальные партии интеракт с нашими клиентами в более эффективной способах. Мы сможем монетизировать это лучшее таргетинг для маркетинговых активов, и создать рекламный рынок, который помогает нам поддерживать наши данные активы. Уважаемые друзья, добро пожаловать в секцию «Будущее Data Fusion». Мы довольно много времени говорили про то, что есть сейчас, чего мы достигли, это тоже немало и интересно, но на мой взгляд, очень интересно проговорить, а что будет через год, через два, через три. Одна из наших больших приоритетов в будущем — это создать лучшее персонализацию. Мы хотим подходить к клиенту с таргетным предложением, чтобы избежать в будущем. Делать это, и сделать рынок более эффективным, это действительно для нас и наших клиентов создает удачную ситуацию для нас и наших клиентов. Это не только улучшение улучшение, но также улучшение 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 как сейчас, не использовать, не знаю, систему скорингов банка. Первое ключевое направление для нас — это переход к новому шагу в Data Fusion данных без нарушения законов о персональной информации. И здесь мы хотим перейти от концепции геоаналитики уже к следующему шагу концепцию графовой аналитики. Наша идея заключается в том, что обезличенная геометрия графа может быть очень хорошим первичным предиктором для предсказания свойств этих вершин. Помимо того, что мы хотим сделать новый шаг именно в данных, мы также хотим повышать свою операционную эффективность. Дело в том, что для нашей команды достаточно приятно отметить, что многие задачи становятся рутинными. И для того, чтобы их эффективно решать и больше не тратить на них время, мы все больше задач хотим переводить в AutoML процессы. Что бы еще хотелось отметить из принципиально нового, что мы хотим развивать? Инструмент, которым мы, когда социантисты можем помочь организации делать изменения более эффективными, это АБ-тестирование. Собственно, наша идея в том, чтобы сделать АБ-платформу как некую единую цифровую книгу перемен организаций и наполнить ее не только тестами текущего, скажем так, базового уровня, но и наполнить ее данными, которые смогли бы сделать прохождение тестов максимально быстро. Уважаемые друзья, коллеги, теперь я вас приглашаю в интересный, на мой взгляд, очень интересный блок ML Ops. Что такое ML Ops? ML Ops – это, по сути, организация, продуктивизация моделей. За последние 10 лет все научились модели строить, даже их применять. Но когда начинают применяться десятки, сотни, иногда даже тысячи моделей, наступает маленькая катастрофа. Вот для этого, собственно говоря, появилось это направление, которое помогает организовать правильную работу с моделями, по сути, это фабрика моделей. В этом блоке мы с коллегами поделимся с вами нашими наработками, которые мы получили в процессе создания централизованной функцией машинного обучения в крупной организации. Мы поделимся тремя кейсами, первый из которых мы назовем ингредиенты ML Ops. Отталкиваясь от стека технологий и культуры DevOps, мы порассуждаем, а нужен ли вообще ML Ops? Существует ли он? Чем он является? Надстройка над DevOps, расширением DevOps или отдельной методологией? В чем специфика, в чем различие разработки программного обеспечения и создания моделей? И как это различие влияет на дальнейший жизненный цикл внедрения и эксплуатации модели? Второй кейс будет практический. Мы покажем демо системы управления моделями, которая является фундаментальной основой ML Ops. В ней реализован не только функционал репозитория моделей, хранение версии моделей, но и весь процесс разработки. от формулирования бизнес-гипотезы до диплоймента работающей модели в систему искусственного интеллекта в пром и ее мониторинга и эксплуатации. В третьем докладе наши партнеры из компании Теле2 поделятся очень практическим кейсом, покажут полный DevOps-стэк непрерывного диплоймента моделей в своем окружении. Мы расскажем о том, как мы делаем диплоймент наших моделей в продакшн. Мы изобрели технологию, называем ее Zero-Day Automation. Она позволяет нам экономить денег компании и очень быстро внедрять созданные модели в реальный бизнес. Конечно же, мы постараемся выделить побольше времени в комнате нетворкинга, мы пообщаемся, будет интересно. для вас разработали отдельный квест, игру, в которую, собственно говоря, мы приглашаем вас поиграть для того, чтобы попробовать себя и, возможно, также улучшить какие-то свои навыки. Удачи вам! Ну и, наверное, все. Встречаемся на DataFest.